привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и вы просили сделать выпуск который будет посвящен литиевым батареям которые мы поставили на свою лодку ровно год назад и вот спустя год вы попросили сделать видос и рассказать про то как работают батареи это мы будем делать в сегодняшнем выпуске плюс у нас есть небольшие задачки которые нам нужно доставить на наши батареи у нас есть несколько мелких улучшений которые нужно провести с нашим с этапом батарей мы будем ставить предохранители и мы будем ставить устройство которое показывает работает или не работает бмс друзья для тех кто пропустил нашу установку батарей вот сейчас видите ссылочку можно посмотреть что мы ставили вкратце напоминаю что мы ставили лифи по 4 батареи и мы ставили 1200 ампер часов на нашу лодку у нас стоит генератор который выдает 6 киловатт у нас нету инвертора который мы все-таки планируем купить в каком-то обозримом будущем все время которое на данный момент мы использовали батареи мы стоим в марине но мы не пользуемся системой зарядки батареи мы используем только солнечные панели компьютеры либо там всякие там джусеры мы пользуем от розетки и если нам нужно там кондиционер включить это все идет от берегового питания поэтому я не могу сказать что мы пользуемся батареями полноценно но тем не менее все системы на лодке такие как сливы то ли этого вода и прочее прочее все работает от этих батарей ну и соответственно там зарядки от прикуривателя естественно это все идет от батарей и так наконец-то пришел тот момент ростик спасибо огромное смотри что пришло там написано на панаму короче сейчас мы это будем распаковывать это же запчасти под лодку провода так я так понимаю что это был нет здесь это вверх и так интонс это у нас кабель под джойстик отлично далее так ничего нет использовать морские карты да как упаковочный материал или загрузить их можно в черт блатер степ защитам из того что мы будем сейчас ставить это что приехала в посылке из важного приехали предохранители на 200 ампер каждый предохранитель будет стоять на блок который состоит из трех ячеек и следующее устройство это индикатор работы bms то есть у нас старые bms в которых нету индикатора работы в новых даже есть bluetooth который показывает как это все работает даже на ваш смартфон но мы поставим просто индикацию ну что небольшой тюнинг для наших батарей то что я давно хотел сделать и мне никак не доходили руки мы будем ставить предохранители сюда 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 и не сложная задача легко реализуемая так у нас получаются предохранители на 200 ампер раз два три 4 5 6 то есть у нас это сделано для того что если у нас какая-то одна банка выходит из строя например идет короткое замыкание то в рамках вот этого сета из трех единиц трех целов они будут просто предохранитель будет просто сгорать и отключать эту всю серию банок от нашей сети естественно мы потерять питание но для этого у нас есть две bms если мы теряем одну часть то 2 у нас ровно на половину емкости будет продолжать работать то есть это одна из систем безопасности на нашей лодке но это еще не все как определить что у нас бмс и работают у нас есть вот такое вот устройство это ростик сделал дружи спасибо прикольная штука сейчас ее будем подключать это один бмс это 2 то есть это устройство будет показывать работу наших банок подключается она просто у нас есть черный это негатив питание общее красный естественно позитив и 2 2 провода которые нам будут показывать работоспособность каждой из бмс то есть красный мы подключим сюда а вот эти два мы подключим ну либо сюда либо сюда сюда мне кажется будет значительно проще ну что давайте это делать сюда можно сделать вот такое колечко но они у меня закончились в данном случае так как эта система это исключительно для информации если она откажет надеюсь ничего страшного не произойдет но не думаю что она откажет за счет того что здесь у нас будет еще очередной позитив проводок так все у нас есть позитив негатив и вот эти два которые будут а блин не достает но ничего страшного сейчас мы это исправим а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И в тот момент, когда я подключил вот этот голубенький провод, смотрите, загорелась лампочка. То есть вот это у нас получается нужно переделать, потому что я хочу, чтобы вот этот провод, это была нижняя серия банок, а следующий провод была верхняя серия банок. То есть сейчас вот этот мы оденем наверх, а тот, который беленький, оденем вот сюда. Верхняя лампочка – это верхняя серия банок, нижняя – это нижняя. Ну и, соответственно, одна и вторая БМС, которые питают вот так это все. Работает. Теперь мы делаем следующее. Я беру хомутики и вот это вот все прокладываю аккуратно, аккуратно, так как вот здесь вот все сделано, потому что я очень не люблю, когда провода вот просто валяются в разные стороны. Ну все, здесь все красивенько уложено. Все балансиры горят зеленым, работают. Верхние горят зеленым, работают. Индикация о работе двух БМС есть. Давайте померяем ячейки и я вам запишу сейчас значение на ячейках. Через один год после того, как мы эти ячейки установили. Что вы видите по поводу баланса ячеек и дисбаланса ячеек, многие жалуются, что дисбаланс большой, бывает проблемы с литием, но все зависит от того, как это изначально сделано. Если сделано все правильно, значит дисбаланса со временем большого не будет. Если изначально их не сбалансировать и ставить несбалансированными, конечно, у вас получится полная жопа. И есть даже шанс, что к этому времени какие-то ячейки могут и умереть, но все зависит от правильности изначальной установки. У нас, как вы видите, все шикарно работает. Ну что, подведем итоги с батареями. Отличный сетап, отличнейший сетап. Сделан таким образом, что имеет двойную систему безопасности. Если одна БМС отключается, либо одна ячейка как куда-то там идет в ад, то вторая БМС поддерживает работоспособность лодки на половине емкости батарей. На мой взгляд, это самое правильное положение дел и безопасное. Балансиры работают отлично. Я считаю, что это было возможно благодаря тому, что при установке мы сделали их пребалансировку. То есть, прежде чем поставить, мы сделали полную балансировку всех ячеек. И поставили их в штатное место. И через год мы имеем офигенный баланс на ячейках. Поэтому я вам рекомендую использовать именно данный сетап, который мы делали. Двойную безопасность, два БМС, если у вас их большое количество, либо один. Но тогда имейте в виду, что если у вас хоть одна ячейка навернется, то вся ваша система отключится. И вы будете без электричества, пока не соберете это все в какой-то человеческий вид. На мой взгляд, все ремонты нужно делать, когда у вас ровная вода. Вы находитесь в марине. Если у вас что-то идет не так, всегда нужно иметь возможность резервирования, бакап, как угодно. Но это ваша безопасность. Я настаиваю, что такая система, как стоит у нас, это самый правильный вариант. Итак, плюсы батарей. Первое. Очень маленький вес. Например, 1200 Ач у нас весит 95 кг. Второе. Маленький объем. Они занимают реально в несколько раз место меньше, чем обычные кислотные батареи того же объема. Третье. Выдача больших токов. 500 А снимать вообще не вопрос. Ограничение только сечением проводов, БМСами. Но это в принципе детали. Зарядка большими токами. Можно заливать огромными токами очень быстро. Если заливать очень большими токами, они греются. Если не очень большими, не греются. Нужно делать проект, понимать, как у вас будет все реализовано. В целом система очень надежная и не требует вмешательства, раз собрал и она автономно работает. Ну и последний пункт. Данные батареи не горят. Теперь переходим к минусам. Самое важное это то, что вам нужен проект под данную установку. Который учитывает то, что есть у вас, какие альтернаторы вы используете, какие системы зарядки вы используете. То есть вам нужно полностью иметь проект, который будет учитывать доходы, расход энергии. Второе. Сложность установки. Огромное количество элементов, таких как предохранители, БМС и балансиры. Это все нужно собрать, подготовить, правильно собрать, чтобы в итоге не испортить дорогущую систему, а сделать так, чтобы это все надежно работало. При покупке оборудование огромное количество производителей реально делает оборудование крайне плохого качества. Потому что все эти ячейки китайские, оборудование китайское. Если вы используете правильное оборудование, то все нормально. Но как выбрать правильное? Нужно проводить тесты. То есть самостоятельно это сделать достаточно трудно. Следующий пункт. Эти батареи крайне критичны к низким температурам. Поэтому если вы ходите по тропикам, это не имеет значения. Если вы ходите в холодном климате, нужно организовывать место, где эти батареи будут находиться. Чтобы БМС их не отключали. Чтобы вы не остались без энергии. И ваши батареи не умерли. Старые батарейные мониторы, которые использовались для кислотных батарей, больше не работают. В данных батареях идет совершенно другая система учета энергии. Через шун считается получение и разряд, плюс вольтаж батарей. В общем, так просто не работает. Не получается поставить на место старых батарей. То есть вы не можете вытащить старые, поставить новые и оно будет работать. Есть, конечно, системы типа Мастер Вольта, которые все это уже учитывают. Но там такая стоимость этого сетапа, что я не знаю. Я бы, наверное, не ставил, если бы мне нужно было заплатить тысячи тысяч за то, чтобы иметь литий вместо старых батарей. Конечно, эффективно сделать полностью новую систему под новые реальности. Собственно, этот самый последний пункт и был. Высокая стоимость установки. Поэтому плюсы и минусы вы видели. Делайте выводы самостоятельно. Напоминаю, что эти батареи не горят. И из минусов они очень критичны к сильным разрядам и к зарядкам при минусовой температуре. Поэтому если вы ходите в акваториях, где бывает минус, я думаю, что данные батареи нужно ставить с умом и понимать, где они будут находиться. Иначе у вас есть возможность, у вас есть шанс потерять мощность. И вместо заявленного многолетнего срока эксплуатации вы получите батареи, которые умрут через два сезона вообще в труху. Их там раздует, и они сдохнут. И вы просто выбросите большое количество денег. Я считаю, что этого нужно максимально избегать. И когда вы делаете установку, думать, как вы будете ее в дальнейшем использовать. Если вы ходите в теплом климате, и у вас температуры ниже нуля не опускаются, однозначно надо ставить, потому что это огромное количество энергии, которую вы можете эффективно использовать. Ну что, я думаю, на этом мы наш выпуск подведем к концу. Не забывайте ставить лайк, колокол, подписка, комментарии обязательно. А мы с вами увидимся уже в ближайшее время, вероятно, на следующей неделе. Пока!